Приветствую тебя, дорогой телезритель! Ты смотришь программу «Универсальный формат» – программу, где мы всегда рассказываем о интересных событиях, об интересных людях. Вот как раз сегодня не исключение. Напоминаю, что работаем мы в прямом эфире 202.11.22, так что это можете вы взять сразу свои телефоны в руки, набирать наш номер телефона и, конечно же, стать участниками нашего эфира, ответить на вопросы, быть может, задать вопросы нашим сегодняшним гостям, ну и, конечно же, получить призы от нас, если ответите верно на наши вопросы. Сегодня будут такие феи-крестные, волшебницы, которые будут раздавать призы, подарки, некие такие хрустальные туфельки. Но не только я одна буду сегодня волшебницей. У нас сегодня настоящий бал волшебников собрался у нас сегодня в студии. Веселые, позитивные, которые улыбаются, которые рвутся в бой, которые уже хотят рассказать о своем мероприятии, которое запланировали. 21 марта состоится очень интересный весенний бал волшебства Хогвартс. Вот сегодня как раз об этом мероприятии и расскажут наши сегодняшние гости. Подключайтесь к нам, 202.11.22, напоминаю телефон нашего прямого эфира. Ну а пока представляю, собственно говоря, организаторов, волшебников, которые посетили нашу сегодняшнюю студию. Итак, рядышком с нами сидит Катерина, автор идеи, собственно говоря, координатор бала волшебников Хогвартс. Здравствуйте. Здравствуйте. Расположился Богдан Пугачев, тренер по танцу, собственно говоря, ну и представитель, руководитель группы Слизерин. Правильно? Да, именно так. Здравствуйте. Ну и псевдоним какой? Салазар Слизерин. Салазар Слизерин. Хорошо. Такой темный маг будет сегодня у нас в студии. Скорее алхимик и немножко затворник. Ну да, и немножко темной магии. Отлично. Ну расскажем немножечко о темной магии. Прекрасная Юлия расположилась тренер по танцам, ну и, собственно говоря, руководительница группы Пуффинду. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия, ну или как вас назвать, Пенелопа Пуффинду, наверное? Пенелопа Пуффинду. Замечательно. Что ж, ну и Валентин, координатор, ведущий бала Хогвартса. Здравствуй, Валентин. Здравствуйте. Я думаю, сегодня у нас получится очень интересный эфир, потому что сама тема очень интересная и что-то хочется узнать. Вообще, первое, наверное, как пришла идея организовать бал именно Хогвартс? Почему не бал Золушки? Почему не бал Ростова? Почему бал Хогвартс? Ну, потому что, наверное, это нестандартный бал. Он больше к волшебству, к учебным заведениям, к чему-то необычному. У нас достаточно часто проводятся балы именно по войне и миру, по каким-то таким классическим русским произведениям. А волшебных балов достаточно мало. То есть проводятся танцевальные вечера, проводятся рок-балы. Но именно волшебников бала не было. И поскольку учебное заведение Хогвартс близко всем нам, как студентам, школьникам и недавно закончившим университет и людям, мы решили, что это будет весело и интересно. Опять же, это ролевой бал. То есть деление на факультеты, борьба за кубок четырех стихий и так далее. — Слушайте, ну это очень интересно. Сколько раз перечитывали Гарри Поттера, чтобы организовать этот бал? Давайте признавайтесь. — Я не читал ни разу. Я посмотрел один раз фильм, в котором не показано практически ничего про мой факультет. И предположил, почитайте в интернете, что пишут в общем про мой факультет. Понял, что не сильно хорошее отношение к нему, потому что в самом фильме он противопоставлен основным героям. И решил доказать, что все факультеты достойны этого. То есть мой факультет будет больше не темный, а просто отличающийся от всех остальных. — Хорошо, заинтриговали. Хорошо, сколько раз вы читали Гарри Поттера, сколько раз пересматривали? — Очень много. — Очень много. — При написании сценария мы с Катериной бесчисленное количество раз пересмотрели, перечитали. — Слушайте, ну я ярая поклонница этих книг, ярая поклонница вообще этой истории. Действительно верю почему-то, что волшебство существует, что магия где-то она есть, что, быть может, где-нибудь есть такая интересная школа волшебства и чародейства. Поэтому меня очень волнует ваше мероприятие, которое состоится 21 марта. Давайте обозначим, где состоится, чтобы наши телезрители сразу понимали, о чем идет речь. — Бал состоится в спортивном комплексе «Грация». Это находится по адресу физкультурная 116 за дворцом Кирова. В 15.30 начало. — Ну всю информацию вы сможете узнать в группе ВКонтакте. Я думаю, там ответят все волшебники на все волшебные и загадочные вопросы. Хорошо? Отлично. Ну скажите, пожалуйста, как долго прошло времени с начала идеи, когда идея возникла, именно этого Бааа до, вот, собственно говоря, сейчас, до сегодняшнего дня? Как давно живетесь этой идеей? Именно Хогвартс. — Наверное, вопрос к нашим главным организаторам. — Вопрос в построении идеи, наверное, стоит у Катерины спросить. — Хорошо. Катерина, кого же вы передадите слово? — Вообще идея появилась летом. Как-то я посмотрела «Гарри Поттер» и вот пришло в голову, не знаю почему. А потом мы встретились с Валентином, и я предложила ему присоединиться ко мне в качестве главного организатора. И, собственно, мы начали разрабатывать идею. А заявили проект мы в начале октября на наше танцевальное сообщество. — Слушайте, ну действительно, достаточно много времени прошло, то есть такая подготовка, я думаю, существенная была проделана. Это не просто за одну неделю все собрались и как-то... — Это да. — Да? — Ну нельзя такой балл сделать за одну неделю, как мне кажется. Все-таки мы планируем достаточно большой балл на большое количество человек. — Что ж, ну как я сегодня обещала, что буду такой некой феей-крестной, коль уж мы сегодня говорим о волшебстве, и подарю, наверное, билеты на концерт-вечер фортепианной музыки, которая состоится 11 марта в филармонии. — Думаю, вполне хороший подарок. И стоит ответить на вопрос, ну коль уж мы сегодня говорим о Хогвартсе, о Гарри Поттере, то вопрос мой будет звучать так. — Имя мастера-изготовителя палочек в косом переулке. Как же звали этого легендарного мастера-изготовителя волшебных палочек в косом переулке? — 202-11-22. Отвечайте на вопрос, получите два билета на концерт-вечер фортепианной музыки, который состоится 11 марта в филармонии. Ну, я думаю, вам всем известно, поэтому подсказывать не будем. Кто же, какое же имя носит, да, самый известный изготовитель волшебных палочек? — Я сейчас держусь. — Хорошо. Что ж, как вообще распределялись по факультетам? Как народ узнал о вашем мероприятии? Не знаю, записываете ли вы на факультеты, либо отбираете как-то каким-то внешним данным, проверяете, быть может, магические какие-то состязания? У вас как вообще распределяется по факультетам? Рассказывайте. Я понимаю, что с Лизари, ну, это, наверное, не самый, как вы уже сказали, популярный факультет, но и Пуффиндуй тоже, в принципе, отличался некими минусами в книгах. Почему решили руководствоваться именно ими? И как вообще набираете, заманиваете себе народ? — Ну, вообще все началось с того, что Катя предложила нам, ну, нас как руководителей танцевальных студий, предложила нам возглавить эти факультеты, и, видимо, на свой, скажем так, вкус распределила нас уже по факультетам, и оказалось, что очень даже попала со своими предпочтениями. Дальше уже ребята, опять же, смотрят на свои какие-то черты характера, какой факультет им ближе, к такому факультету они и примыкают. — Ну, неужели есть такие рьяные защитники Пуффиндуй или Слизарина, кто прямо подходит и говорит «хочу, вот к вам». — Ну, в большинстве случаев, кто ко мне либо лично записывался, это либо люди, которые знают, что я буду вести немножко по-другому, отличительно от других, и плюс те, которые хотят как-то немножко взбудоражить всю остальную вот эту вот толпу тех танцующих, которые давно уже ходят на балы, потому что все, кто ко мне в основном записывался, они точно знают, что как минимум я буду с них просить больше, чем в большинстве случаев, я буду пытаться их сплотить и так далее. То есть в основном смотрелось на то, что вот первоначально я подошел к людям, которые, ну, точно знал, что они будут у меня, потому что они мне очень сильно нужны. Я им это сказал, и уже в зависимости от этого все остальные начали смотреть, как бы, угу, нормально я сживаюсь с этим человеком, угу. А смогу я? Смогу. Ладно, записываюсь. И вот примерно так. Ну, иногда получались такие ситуации, что первоначально человек записывался в другой факультет, я его видел в этом факультете и говорил, а тебе не хочется прийти ко мне? Говорит, а что, можно? Я говорю, ну, у нас еще ничего не началось, почему бы не перейти ко мне, потому что я вижу, у тебя потенциал. Ну, давай попробуем. Наш режиссер мне подсказывает одну идею, что наверняка вы нам немножечко лукавите. Все делала распределительная шляпа, и так вот, собственно говоря, нам привезли факультеты. Да. Что ж, у нас есть звонок от нашего телезрителя, давайте послушаем, что же нам ответят. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Оксана. Оксана, ну, первый вопрос, наверное, любите ли вы истории о Гарри Поттере? Да, очень. Очень. А любите ли вы баллы, или хотели ли вы попасть на настоящий балл с красивой музыкой, с красивыми танцами? Да, было бы очень неплохо. Хорошо. Ну, что ж, вот набирайте идеями, вы услышите, как же попасть, как стать участниками этого балла, и, быть может, вы нам расскажете потом, как провели время. А пока мы разыграем билеты на концерт вечера фортепианной музыки, который состоится 11 марта, ну, и вопрос мой звучит так. Какое имя носит мастер-изготовитель палочек в косом переулке? Я думаю, это мистер Оливандер. Угу, ну, верный? Верный. Аплодисменты вам, конечно же, верный ответ. Я вас поздравляю, билеты на концерт вечера фортепианной музыки достаются именно вам. Спасибо вам большое за звонок, ну, и слушайте дальше информацию, чтобы попасть на балл 21 марта. Хорошо. Про факультеты рассказали, собственно говоря, я так понимаю, что хочется узнать личную историю именно вас, как преподавателей танцев, как руководителей. Как давно вообще с танцами на ты? Ну, вообще я первоначально занимался не историко-бутовыми танцами, я с детства пошел в спортивно-бальные танцы. И так лет 11 занимался на этих танцах. После этого получилось так, что у меня то там, ну, маленькие проблемы получились, то что там то партнерши нету, то другого, то пятого, десятого. Ну, и мы забросили эти танцы вместе с партнершей и уже как бы разошлись и забыли, что это такое. Но пришлось вспомнить, когда я поступил в университет, в силу того, что у нас были активисты, которые хотели танцевать и говорили им, пошли потанцуем, неважно что, давай, русские народные, еще что-то, еще что-то. И тогда я познакомился еще с одним человеком, которого сейчас с нами здесь нету. Это Кандита Коктевран Ксения Усольцева. Я думаю, мы передадим ей привет. Обязательно передадим привет. Да. Отлично. Вот. И она мне позвонила и сказала, Богдан, ты же занимался? Занимался. Приезжай, у нас вот тут обучают преподавателей и попробуй, вдруг тебе повезет. И я на первое же занятие приехал, мне сказали, а почему нет, ты же занимался, у тебя техника есть, давай, будешь преподавать. Я говорю, я не знаю танцев, как я буду преподавать, я вообще не знаю, это историка бытовые, это другое. Да нет, нормально. Вот вы как раз с Ксюшей пойдете, будете преподавать. Ну вот первые годы, когда я начал помогать, преподавать, потому что я чисто помогал там поправить технику и так далее. После этого, естественно, я уже более-менее обтесался со всеми танцорами в большем кругу, то есть кто начал приходить, когда начали появляться информации, то, что у нас балы, там, аэрокоса, политеха и так далее. Ну и как-то прижилось так, что сейчас уже не могу уйти с этих танцев, потому что столько много людей, хороших, позитивных. Туда приходишь даже после самого плохого состояния и как-то хорошо на душе, интересно. Но в то же время, если я веду занятия, то мне можно поорать немножко, можно выкинуть эту энергетику в полезное русло. Хорошо. Юлия, ваша история, как давно увлекаетесь танцами, как давно преподаете? Да, я преподаю в аэрокосмическом университете, собственно, который я закончила этим летом. Я просто в студенческой нашей газете увидела о том, что у нас в институте готовятся баллы, решила, что, наверное, если в этот раз я не попаду туда, то, наверное, уже вряд ли еще доведется такая возможность. Первый раз пришла, был первый балл мой, где я была дебютанткой. Ну, это студенты, кто впервые вообще с этой темой познакомился. И буквально, наверное, уже через полгода я решила себя попробовать в качестве преподавателя. Брала уроки. И тоже на какие-то первые занятия с помощью ребят, которые были уже такие постарше, кто уже преподавал до этого, потихоньку пробовала себя в роли ведущей. И сейчас уже преподаю самостоятельно, там же, в нашем родном вузе в аэрокосмическом. Слушайте, ну это интересно. Нравится? Не сложно? Нет, да. Я признаюсь, были моменты, когда я очень уже уставала от этого, потому что иногда были тренировки по три месяца, подготовки к баллу, и тренировки шли каждый день практически на неделе. За это время очень много энергии отдаешь тем людям, которые к тебе приходят. Конечно, уставала. Иногда были мысли даже как-то с этим делом отношения разорвать. Ну, очень тоже тяжело. Как сказал Богдан, действительно, люди держат то, что вообще происходит у нас. Опять же, те же самые мероприятия, которые каждый раз новые, каждый раз у людей возникают какие-то новые, свежие идеи, и хочется во всем этом участвовать. Я так понимаю, как вы уже сказали, что этот бал далеко не первый, который за вашей спиной. Правильно? Вы как бы и участвовали? Ну, в основном лично я был как участник. Как участник хотя бы. Юль, тоже знакома? Я с балами знакома, да. Ну, четвертый год уже, получается, сколько преподаю. Вот. А Валентин у нас в первый раз как участник, как организатор, правильно? Ну, как организатор, да, как участник. Как-то раз я зашел на бал политех. Отлично. Ну, расскажите, что же было в том балу? Рассказывайте. Интересно. Почему вообще именно сейчас захотели выступить в качестве организатора? Что зацепило? Кто зацепил? Пришлось. Пришлось? Заставили? Да, в какой-то степени веселая история была. Какое-то заклинание применили, наверное, все-таки. О том, что как-то раз я пришел к нашей Катеньке чинить компьютер, мне сказали, а ты знаешь, что ты теперь ведущий бал? Я говорю, ну, надо же. Вот. Ну, идея достаточно интересная, почему бы и нет. Вот. Ну, и в больном сообществе, как я вдруг внезапно узнал, придя на бал политех, у меня достаточно много друзей. Угу. То есть вас там давно ждали? Возможно. Возможно. Но вы не только как ведущий выступите в качестве, я имею в виду, 21 марта, но и сценарий тоже ваших отделов. Да, мы с Катей пишем сценарий. Режиссер. В какой-то степени режиссура, организация работы экрана, грация. Вот. Только потанцевать, наверное, не удастся, раз уж что. Ну, я надеюсь, что такое событие будет не в первый и не в последний раз. Мы тоже надеемся. Отлично. Поэтому когда-нибудь выступите в качестве зрителя, в качестве танцора, в качестве участника. Тоже все возможно. Что ж, ну, я предлагаю разыграть уже, наверное, билеты на бал, собственно говоря. Давайте. Мы разыгрываем билеты на любой факультет, который захочет, собственно говоря, наш участник. Как звали кота Гермионы? Такой вопрос у меня для вас. 202-11-22. Ну, я думаю, всем, кто любит историю о Гарри Поттере, сможет ответить на этот вопрос. Как звали кота Гермионы? Он был такой рыжий, большой, мохнатый. Ну, это так, чтобы вы, ну, вам подсказочка. Чтобы быстрее ответили на наш вопрос. 202-11-22, напоминаю, наш телефон. Что ж, ну, пока наш телезритель думает, я предлагаю вспомнить историю, то, что, действительно, за вашими плечами очень много организованных баллов, очень какие-то интересные события. Это, опять же, и классические, и какие-то интересные тематические. Поэтому у нас есть видео, собственно говоря, с репетиций, собственно говоря, с каких-то интересных мероприятий. Посмотрим и вернемся в студию. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в студию. Добро пожаловать в студию. Добро пожаловать в студию. Добро пожаловать в студию. Но я думаю, наши телезрители смогли оценить, насколько масштабно это мероприятие. Хотите стать его участником, то ответьте на мой вопрос. как звали кота Гермиона. Собственно говоря, у нас уже есть телезритель, который к нам дозвонился. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Людмила. Людмила, очень приятно. Хотели бы вы попасть на такое интересное мероприятие, как бал настоящий? Конечно, никогда не была на балу, очень интересно. Что ж, ну я думаю, вы сможете справиться с вопросом, как звали кота Гермионы из, собственно говоря, книг и фильмов Гарри Поттера. Главное Живоглот. Живоглот. Верно? Верно. Отлично. Что ж, я вас поздравляю, аплодисменты, ваша честь. Ну и, конечно же, билет на бал достается именно вам. На какой факультет? Да, определяйтесь, на какой факультет. Ну я думаю, мы это сделаем за эфиром уже и, собственно говоря, скажем, куда, во сколько и когда вас ждут. Спасибо большое вам за звонок. Ну а к вам, дорогие мои гости, такой вопрос. Ну мы сейчас увидели на видео, что действительно очень много людей, очень много человека. Вам браво как организаторам, потому что организовать такую толпу, в хорошем смысле этого слова, очень сложно, чтобы все двигались синхронно, чтобы все понимали, где стоять, как линии распределены. Это действительно очень большой труд. Спасибо вам, во-первых. Сколько человек ожидается на мероприятии 21 марта? От 300 до 600 в среднем, но при этом грация, которую мы сейчас видели на экране, она может вместить значительно больше. И всех желающих мы ждем на балу. А как давно начались репетиции, я имею в виду, именно танцевальные? Поделялись пары? Ну примерно с начала зимы, наверное. То есть мы успели немножко позаниматься до зимних каникул, потом у всех ребят была сессия, мы их оставили в покое. То есть народ готовится к экзаменам, спокойно сдает сессию, и вот после зимних каникул репетиции продолжились. А для людей, которые не смогут, я так понимаю, уже влиться в процесс танцев, или еще успеют? Еще успеют. Еще успеют? Еще успеют. Репетиции до 21 числа идут. По четвергам в ДКСГАУ идут репетиции, как раз там ведет Пенелопа Пуффинду и Годрик Гриффиндор, Сергей Болдырев. Там же с нами занимается еще один факультет, Гриффиндор. А по понедельникам и средам идут тренировки в КМЦ СанГТУ. Это по адресу Лукачева, 34. А вот там преподает Кандиды Коктевран, всеми нами любимая. Которой мы уже передали привет. Которой мы уже передали привет. Так что все, кто хочет, может приходить и заниматься, и прийти на бал в качестве участника, а не просто зрителя. Хорошо. То есть в качестве участника еще есть возможность у наших телезрителей попасть, успеть, изучить, выучить и, собственно говоря, стать участником такого интересного события. А зрителям чем будет интересен этот бал? Что-то кроме танцев ожидается? Может быть какие-нибудь конкурсы? Ну как ведущего, наверное, хочу спросить. Зрители, я думаю, ожидают достаточно интересный видеоряд на экране. Постараемся мы с Катериной какой-то более-менее смешной конферанс написать, чтобы зритель тоже не скучал. Ну, в принципе, я полагаю, бал достаточно интересный. А сколько длится вообще это событие? Наш бал будет длиться 6 часов. Ух ты! С половины четвертого до половины десятого. Что же включает в себя столь обширное мероприятие? Но это не только что танцевать. 6 часов танцевать, мне кажется, половины участников упадут. Нет? Богдан, так посмотрел, мне кажется, о чем вы говорите? Богдан, наверное, кажется, удивительно, что бал добиться 6 часов. Мы же волшебники, в конце концов. Не, ну почему? 6 часов можно, в принципе, танцевать. Но у нас же будут иногда там и от факультетов показательные. То есть мы будем представлять каждый свой факультет своим особенным танцем. У нас же идет битва за кубок четырех стихий. То есть первоначально мы сейчас уже на занятиях небольшие баллы получаем за выезды наших факультетов на какие-то мероприятия. То есть вам начисляются баллы? Да, у нас уже начинается. 10 баллов Гриффиндору. Отлично, хорошо. А вы читаете или нет? Вы читаете ли баллы за какой-нибудь простой балл? Пока такого не было. Пока такого не было. Молодцы, все факультеты стараются. Хорошо, то есть у вас будут показательные выступления еще. Как-то зрители смогут дать предпочтение тому или иному факультету? Да. На зрительских билетах, как и, собственно, на билетах участников, есть отрывной купон, который они смогут использовать для голосования за понравившийся факультет, показательные выступления и так далее. И потом мы подсчитаем и выведем факультет-победитель, который получит кубок. Я думаю, что зрителям как раз будет тоже интересно наблюдать за этим соревнованием. У зрителей будет преимущество. У них не будет цветовой гаммы билета на отрывной части. Из-за этого они могут голосовать за любой факультет. Наши же факультеты могут голосовать только за противоположные факультеты. За свой факультет нельзя голосовать. За это как раз будут насчитаться штрафные баллы. Минус 5 баллов, если вдруг что-то пойдет не так. Хорошо. Я думаю, сейчас в качестве подарка получат билеты на концерт «Пчелка Майя», который состоится в АДО, 8 марта. Интересное мероприятие для детей и их родителей. Что было сердцевиной палочки Гарри Поттера? Такой вопрос у меня сложноватый, я считаю. Для тех, кто может быть вдруг, если забыл, запамятовал, давно не читал и не пересматривал фильмы. Но все-таки справится, наверное, кто захочет, искренне захочет отправиться на концерт «Пчелка Майя». Что было сердцевиной палочки Гарри Поттера? 202-11-22. Телефон неизменен, все тот же. Звоните, отгадывайте мой вопрос. Ну и, конечно, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям, если такие у вас возникли. Ну а пока хочу спросить о, собственно говоря, не могу не отметить ваш внешний вид, действительно, элегантные дамы, элегантные джентльмены. Насколько важен дресс-код? Ну, опять же, так как у нас на балу будет 4 факультета, у каждого факультета есть своя цветовая гамма. Получается, пуффиндует черно-желтый, снизерин, у нас черно-серый, да? Нет, зелено-серебряный. 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 Гриффиндор. Красный с золотом. И коктевран. И коктевран синий с бронзой. В идеале, конечно, чтобы все 4 факультета, мы, по крайней мере, понимали, где чьи студенты какого факультета, они в тех костюмах, в тех нарядах, в которых будут, желательно, чтобы отразили гамму факультета. Но в целом, наверное, самые такие базовые условия – это для дам платье в пол, для кавалеров рубашки брюки. То есть такой классический дресс-код, который, в принципе, на всех наших мероприятиях приветствуется. Хорошо. А не возникает ли проблема именно с приобретением костюмов у ваших участников? Я имею в виду даже не этого балла, а вообще прошлых мероприятий, которые вы уже организовывали в прошлом. Вы пока подумайте, вспомните, вообще были ли какие-нибудь такие истории интересные? Кто-то не мог найти костюмы? Где находят костюм? Может быть, кто-то шьет сам, кому-то обратится. А я пока поговорю с нашим телезрителем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, очень приятно. Скажите, пожалуйста, читали ли вы книги о Гарри Поттере? Да. Отлично. Тогда, я думаю, вы справитесь с моим вопросом. Что же было с сердцевиной и палочкой Гарри Поттера? Перуфеникса. Верно? Верно. Ну что ж, наши гости, ну и в том числе жюри, определяют, что вы ответили верно. Я вас поздравляю, билеты на концерт «Пчелка Майя», который состоится в АДО 8 марта, достаются именно вам. Ну и, конечно же, вас приглашаем посетить балы, волшебства, Хогвартс. Я думаю, наши гости будут рады вам. Что ж, спасибо большое вам за звонок. И давайте поговорим о костюмах. Были ли проблемы, вообще где ищут костюмы? Потому что, мне кажется, в наш современный век найти такие роскошные костюмы, платья в пол, уже трудно. Ну, на самом деле нет. Нет. Кто ищет, тот всегда найдет. Те парни и девушки, которые у нас уже давно на балах, у них уже какой-то свой гардероб сложился. И, собственно, мы иногда делимся своими какими-то костюмами между собой. Либо берем на прокат платье, кто-то действительно тратит деньги на то, чтобы сшить полноценные костюмы, которые хочется, и которые вряд ли найдешь в магазине. Поэтому возможности масса, и нужно только использовать. Я думаю, с какими-то такими организационными моментами, опять же, можно обратиться в группу ВКонтакте, найти администратора и задать уже вопрос, который интересует. Опять же, по поводу костюма, поиска костюма, поиска кавалера, быть может. Поможете? Конечно, стараемся. Кстати говоря, мы видели то, что это действительно парные танцы. Хватает ли молодых людей? Нет, никогда не хватает молодых людей. Нас почему-то меньше всегда. Девушки стоят в сторонке? Девушки не всегда стоят в сторонке. Есть такие танцы, в которых, в принципе, девушки могут танцевать вместе. То есть потому что танцы здесь не всегда точно парные. То есть если пара начала танец, то она и закончит именно в этой паре. Не всегда так. Они иногда меняются. Иногда бывает, кто-то ошибается, перебегает. Получается все очень даже весело. И даже если ты зашла на танец с девушкой как партнером, ты можешь выйти с партнером с молодым человеком. То есть там все очень не то что запутанно, но непредсказуемо. 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 Хорошо. Я понимаю, что баллы – это всегда какой-то этикет, это какие-то манеры, это какие-то правила. Будут ли какие-то… какие правила этикета вы просите соблюдать? Быть может, у вас есть какой-то список правил и так далее. Опять же звонок, а потом ответите на мой вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Елена. Очень приятно. С чем к нам пожаловали? С каким вопросом? С ответом на вопрос. Ага, с ответом на вопрос. Елена, ну, к сожалению, вас опередили, но у нас есть еще один вопрос, собственно говоря. Если вот так вы нам назовете сразу, то вам достанутся билеты на бал, о котором сегодня мы говорим. Как зовут самую известную журналистку в мире Гарри Поттера? Ну, Елена, не пропадайте. Не помню. Рассказалась, не помню. Не помните. Ну, хорошо. Вы подумайте. И если что, звоните 202-11-22. Мы всегда ждем вашего звонка, как, в принципе, и любого телезрителя. Повторяю вопрос, как зовут самую известную журналистку в мире Гарри Поттера. Ну, не могла не задать такой вопрос, сколь уж моя коллега в волшебном мире. Поэтому давайте, отыщите ответы, и, собственно говоря, билеты на бал достанутся именно вам. А мы пока говорим о правилах этикета. Какие правила? Какой этикет? Базовые правила, чтобы всем людям, которые придут к нам на бал, было комфортно. Надеюсь, у нас не будет никаких воин-волшебников. В первую очередь, запрет на использование непростительных заклинаний. Да. Салазар, это к вам относится. Да, непростительные заклятия мы не используем. Хорошо. Первое правило. Не злить. Не злить организаторов, не злить участников. Ну, какой-то поклон, я так понимаю. Конечно, базовое это приветствие в паре, приветствие, в принципе, участников, гостей, которых ты будешь встречать на мероприятии. То есть светские беседы, общения, обсуждения, какие новые заклинания, возможно, появились в нашем волшебном мире. Ну, мы обсудили, что внешний вид, да, у нас должен быть как-то хотя бы цветовая гамма соответствовать факультете, который выбран. Какие-то аксессуары, не знаю, волшебная палочка, шляпа, приветствуйте, метлы. На это ограничение практически нет, каждый может дополнить свой образ. Чем угодно. По своему вкусу. А метла у нас будет использоваться в качестве реквизита для фотостудии. Угу, замечательно. Кстати говоря, давайте, коли уж мы заговорили о стрессах передвижения, я так понимаю, ждем мы и на метлах, и поездом с платформы 9,75, и летучий поварок, все это возможно добраться. Куда, повторяем, куда, во сколько, где состоится событие, куда же мы добираемся всеми этими волшебными способами? Спортивный комплекс Грация, улица Физкультурная, 116, за Дворцом культуры имени Кирова, 21 марта к 15.30. 15.30, но это опять же нашим телезрителям, которые выиграли и наши билеты, и сейчас выиграет, возможно, билет еще один. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире, дорогой телезритель. Здравствуйте. Как вас зовут? Ира. Ира, очень приятно. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, как же зовут самую известную журналистку в мире Гарри Поттера? Рита Скиттер. Слушайте, ну действительно, это, думаю, вопрос был легкий. Вы, по крайней мере, для меня, как опять же, для коллеги Риты Скиттер. Я вас поздравляю, конечно же, достается вам билет на бал. Есть ли уже предпочтение, на какой факультет бы вы хотели попасть? С Кризерем, если вы о Гарри Поттере. Ух ты, как интересно, да. Да, я как раз об этом и говорю. Ну, вообще, читали книги? Как относитесь к этой истории? Любите ли, перечитывали? Я читала и фильм смотрела. Любимая история. Слушайте, ну это замечательно. Я вас поздравляю, конечно. Билеты на бал остаются уже у вас практически в кармане. Расскажем за эфиром, как же их забрать, как же получить приглашение. А вот пока вопрос у меня, собственно говоря, к Богдану. Как? Приятно? Что хочет? Приятно, в силу того, что мои предположения были верны. То, что большинство людей, которые читали, вчитывали, все очень сильно любят. Именно Гарри Поттера они так, поверхностно читали. Им будет интересен именно факультет Слизелин в силу того, что он достаточно таинственный. И хотелось бы открыть немножко на него взгляд. Вот этот вот, то, что нехорошо о нем отзываются те, кто просто, ну да, что-то там показывали. Они там злые, нехорошие и так далее. Все гораздо глубже. Все намного глубже. Он факультет просто, как бы, не то, чтобы они злые. Они просто себя считают более высокого уровня людьми. То есть своеобразными дворянами среди всех остальных. Потому что они чтут чистоту крови и так далее. Плюс среди Слизелинцев никогда не бывало слабых людей. То, что показывали в фильме, это как бы уже немножко из жидки, наверное. Когда уже переросло в небольшую глупость и самолюбие. Первоначально те маленькие информационные сводки, которые я раскапывал, рассказывали, что, в принципе, первоначально все четыре факультета, все основатели, кем мы будем являться, они были, в принципе, друзьями. Притом, в силу того, что Гриффиндор и Слизелин в фильме показаны как противоположные друг к другу, в первоначальных сводках они были лучшими друзьями. И из-за этого как-то получилось, что они создали эту школу, то, что они все это продумывали вместе. Но, скорее всего, как я предполагаю, со своей точки зрения, просто там началась неразбериха, и Гриффиндор начал как бы со своим рвением не продумывать все вещи. Пуффиндуи занималась, в принципе, как бы своими делами. Коктевран, она была более такая начитанная дама, ей как бы, да, вот мой факультет, да, я вам помогу, если что, но только если вы меня попросите. А Слизелину во всем в этом было неинтересно. Почему? Потому что Слизелин первоначально был черным магом. Черный маг не приветствовался отчасти, хотя во всех факультетах были черные маги. Плюс он выбирал, в отличие от других волшебников, которые любили башни, всю эту красивую магию, он находился, как бы и сейчас в книге написано, что их гостиная находится в подвале, рядом с озером, как бы более такой затворничества образа жизни. Но я так понимаю, что все равно у вас будет дружеское соперничество, разыгрывать будете вы настоящий кубок? Настоящий кубок, вот завтра как раз я поеду забирать его. Уже приехал к нам наш кубок, четырех стихий. Угу. Как выглядеть будет? Не расскажете пока тайно? Волшебно. Волшебно. Замечательно. Хорошо. То есть, когда мы говорим то, что будете разыговорить кубок, это не фигура речи. Это не фигура речи. Это настоящий кубок. А как же будете распределять среди такого большого количества? Сколько на факультетах примерно человек? Как раз-таки... Ну, как раз-таки на каждом факультете сейчас приблизительно по 70 человек. Именно вот тех, которые распределились. В принципе, наша группа ВКонтакте сегодня с утра насчитывала 590 человек. Я очень надеюсь, что это количество будет расти, и все эти люди придут на бал. Вот. А кубок будет вручен руководителям факультета, и, возможно, какие-то плюшки-конфетки студентам победившего факультета. Мне кажется, самая главная награда – это эмоции, которые, возможно, получить от данного мероприятия. Мне кажется, это будет действительно волшебно, это будет очень интересно. Я вам желаю, конечно же, удачи. Думаю, что все пройдет гладко. 21 марта, собственно говоря, мы все это сами узнаем. Ну и чтобы такая идея именно, Паул Хогвартс, был не последней, уж точно. Хорошо? Хотя бы раз в год собирайтесь, пожалуйста, и организуйте что-то такое волшебное в нашем замечательном городе Самара. Мы постараемся. Вам спасибо большое за эфир. Что ж, дорогие друзья, вас приглашаем всех принять участие в замечательном мероприятии «Бал Хогвартс». Спасибо большое. Программа «Удивуссионный формат» была с вами. До свидания. Продолжение следует...